Друзья, всем привет! С вами как всегда Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике мы продолжаем делать ремонт на балконе. Вы увидите монтаж утепления с последующей армировкой стеклосеткой. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В прошлой серии я практически ничего не показал про стяжку на балконе, так как думал, что потерял все файлы. Но впоследствии я их нашел и поэтому я решил показать еще раз утепление пола и заливку стяжки на балконе. Предварительно по периметру помещения был установлен экструзионный пенополистирол 20 миллиметров в качестве дополнительного утепления и демпферной ленты. Дальше на клей под гребенку приклеиваем листы экструзионного пенополистирола толщиной 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы лист последствий не играл на неровном основании, так как сверху слой стяжки будет не очень большой, примерно 6 сантиметров. Толщина общего пирога не позволяет использовать более толстый утеплитель. Внизу балкон застеклен и поэтому 20 миллиметров должно хватить. Дальше укладывается армирующая сетка. Корты связываются проволокой между собой. После сетка немного приподнимается над утеплителем на высоту полтора сантиметра. Из списка бетона делается основание под маяки. Если маяки сразу ставить на такой большой слой раствора, то они просто просядут и стяжка будет кривой. После установки маяков заливается непосредственно сама стяжка. Готовый раствор в мешках. На всю площадь потребовалось примерно 20 мешков. На следующий день все подрезается и убирается мусор. После стяжки был монтаж теплого пола. Эту работу я показывал в прошлом ролике. Ссылочка на этот ролик будет в описании и в закрепленном комментарии. После теплого пола продолжаем утепление. Для утепления стены потолка я буду использовать экструзионный пенополистирол технониколь Carbon Eco толщиной 20 миллиметров. Это утепление лоджии по второму варианту. Если бы это было полное утепление, для зимней эксплуатации потребовалась бы толщина экструзионного пенополистирола 7-10 сантиметров. Материал завода имеет шершавую поверхность, как наждачка, поэтому у него отличная адгезия. Перед утеплением нужно восстановить откосы после замены окна. Для этого будем использовать экструзионный пенополистирол. Откосы получатся красивые, к тому же еще и теплые. При помощи рулетки и уровня меряется ширина откосов внизу, посередине и сверху. Затем листы пенополистирола нарезаются на полоски по ширине откосов. Сразу нарезаем листы на все откосы. При помощи угольника отмечаем необходимый угол рассвета. Он будет примерно, 5 миллиметров. Для точности ставлю лазерный уровень. Для монтажа полосок буду использовать штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT85. С помощью этой смеси будет также производиться армировка и создание базового штукатурного слоя. Замешиваем необходимое количество клея по инструкции. Клей наносится на полоску пенополистирола и непосредственно на сам откос. Приклеенная полоска выставляется по лазерному лучу. Дополнительно проверяется пузырьковым уровнем. Первый откос готов. По такой же технологии приклеиваются все полоски. Клей Ceresit хорошо приклеивает пенополистирол к стене. Все полоски выставляются по лазерному уровню, затем проверяются обычно. Вот и все, откос готов. Перед поклейкой пенополистирола стены обязательно нужно загрунтовать. Для этого использую грунтовку глубокого проникновения Ceresit ST17. Грунтовка наносится валиком при помощи удлинителя. Время высыхания 2 часа. На помощь в ремонте мне пришел Дмитрий. Он вам знаком по моим старым роликам и мы давно вместе работаем. Утепление балкона может быть двух видов. Первое это полное утепление, но тогда даже нецелесообразно ставить вот это вот окно. Балкон объединяется вместе с комнатой. В Беларуси это делать запрещено. И второй тип утепления это когда балкон утепляется таким образом, чтобы его эксплуатировать не круглогодично, а просто допустим до поздней осени или до ранней весны. Когда за бортом температура 0 градусов его еще можно эксплуатировать. Когда уже минус 20 такой балкон не эксплуатируется. Вот именно по второму типу я и утепляю балкон. Балкон будет эксплуатироваться до поздней осени и с начала ранней весны. Зимой он эксплуатироваться не будет. Самое лучшее утепление это конечно же со стороны улицы, когда вы утеплитель монтируете на стену. Но в данном случае это сделать нельзя, потому что мы испортим архитектурный вид дома. Поэтому мы будем утеплять балкон изнутри. Для утепления изнутри очень важно использовать паронепроницаемый материал. Сам идеальный вариант это экструзионный пенополистирол. В данном случае это технониколь Carbon Eco. Почему? Потому что когда вы приклеиваете на стену пенополистирол, влага, которая находится в воздухе теплого помещения, она не может попасть внутрь утеплителя. И таким образом у вас просто физически не может образоваться конденсат за утеплителем. Если вы используете паропроницаемый материал, влага из теплого помещения попадает внутрь утеплителя, там встречается с холодным воздухом и соответственно внутри утеплителя или внутри стены образуется конденсат. Такой утеплитель можно крепить к стене как при помощи клея цементного фасадного на гребенку, так и при помощи клей-пены. Тоже специальный, который предназначен для фасада. Для приклейки пенополистирола использую клей-пену Церезит CT84. С этой пеной я уже работал, у нее отличные характеристики. Работать с пеной удобно, отсутствуют мокрые процессы и мостики холода. С этой пеной я уже работал на прошлом объекте, в хрущевке. Предварительно по размеру нарезаются листы пенополистирола, наносится пена, а затем лист приклеивается к стене. После нанесения пена выдерживается на листе 2-3 минуты. За это время она становится вязкой и липкой. Если приклеивать лист сразу после нанесения пены, то он не будет держаться. Если нужно зафиксировать лист в каком-то положении, то его достаточно буквально подержать несколько минут. Утепляются все стены, которые выходят на улицу, то есть внешние. Листы экструзионного пенополистирола приклеиваются на пену по плоскости стены. Я предварительно проверил штукатурку от застройщика, с большего она нормальная. В процессе немного поэкспериментировал с количеством пены. Я подстраховался и наносил больше, чем нужно, чтобы крепче держалось. Процесс утепления идет очень быстро. Так как нет мокрых процессов, такое утепление можно делать в холодное время года. Пустоту, образовавшуюся под листом, в том месте, где находится балка, просто заполняем пеной. На потолке под кабель пенополистирол вырезаем. Контакта кабеля и утеплителя не будет. Кабель ВВГ-НГ-ЛС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день столкнулись с проблемой. Очень яркое солнце. Снимать было просто невозможно. По своему опыту скажу, что самый лучший способ избавиться от солнца – это обычная пищевая фольга. Пенополистиролом лучше не заклеивать, так как может лопнуть стеклопакет от термошока. После решения проблемы с солнцем доклеили пенополистирол на потолок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последнее, что осталось утеплить – это пространство под окном. Полоски пенополистирола под окно вырезаются с запаса и приклеиваются к стене. Они будут служить своего рода опалубкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как пена схватилась и все застыло, обрезается лишний пенополистирол по лазерному уровню, чтобы все было ровно. Высота рассчитывалась таким образом, чтобы можно было подклеить плитку и плитка немного заходила на раму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После образовавшееся пространство заполняется пеной и тонкими полосками пенополистирола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как пена высохла, подрезали и замазали полочку клеем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также клеем замазали кабель на потолке. Кабель не будет контактировать с пенополистиролом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы боитесь, что пенополистирол отварится от стены, то для подстраховки можно прихватить грибками, но это в данном случае это рондели, а не поменьше. Вот что из себя представляет рондель и дюбель. Дюбель вставляется в середину. Прикручивается к стене. И потом еще закрывается вот этой вот крышечкой. Получается мини-зонтик. Обычно делают примерно 5 штук на лист. Или вот два на стыке и один посередине. Но пена держит очень хорошо. Если мы начнем оторвать, то быстрее оторвется вот эта вот штукатурка, которая сделана на балконе. Поэтому мы это просто сделали для того, чтобы показать. После того, как мы смонтировали все листы пенополистирола на стену, приступаем к армированию. Для этого используется фасадная стеклосетка и цементный клей для фасада. Клей замешивается по инструкции. Отмеряется и отрезается необходимое количество полосок сетки. Каким образом приклеивается сетка? Во-первых, если вы используете экструзионный пенополистирол, то надо брать экструзионный пенополистирол шершавый или фрезерованный. Потому что бывает у производителей некоторых экструзионный пенополистирол гладкий. Вот такой вот лучше не использовать или его нужно просто царапать наждачкой, чтобы была адгезия. Этот пенополистирол Carbon Eco, он такой вот как наждачка шершавый, с ним ничего делать не надо. Некоторые мастера сначала вот так вот пристреливают сетку к пенополистиролу, затем просто наносят клей. Вот таким вот образом. Безусловно, так проще, но если мы отрываем сетку от стены, то образуется вот такая вот сетка из пустот. Клей не попадает на обратную сторону сетки. Поэтому сначала наносится клей, то есть прошпаклевывается стена и после этого уже вклеивается фасадная стеклосетка, чтобы под сеткой был слой клея. В таком случае при отрывании получаем сплошное заполнение. Это важно. Второй момент. Листы клеятся с наклёстом в 10 сантиметров. Здесь вот на рулоне даже есть такая специальная полосочка. Плюс, если мы загибаем в угол, то лист, соответственно, тоже загибается и угол армируется. А так, в принципе, все. Наносится клей, вдавливается сетка и сверху наносится еще один слой клея. В принципе, все. Клей сначала наносится гребенкой на все пространство, где будет приклеена сетка. Затем удавливается сама сетка и клей разглаживается шпателем. В угол сетка заводится внахлёст. Таким образом формируются все стены, где есть утеплитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После нанесения первого слоя сеткой еще нужно нанести второй слой, чтобы шуба была крепкой. Второй слой наносится после того, как высох или подсох первый. В противном случае, если наносить по-свежему, первый слой задирается. Вторым слоем клей наносится по типу шпатлевки. Равномерно шпателем распределяется по всей стене, тем самым создавая дополнительный слой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После такого армирования в комплексе с экстразионным пенополистиролом стена получается крепкая. А самое главное, что теплая и ровная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА